Здравствуйте друзья! Не так давно я сделал несколько видео обзоров, посвященных универсальному источнику бесперебойного питания для маломощных низковольтных устройств, роутеров, мини-ПК, шлюзов, камер видеонаблюдения. Он позволяет гибко настраивать множество параметров, напряжение и ток заряда аккумуляторов, отсечки по максимуму и минимуму, выходное напряжение и т.д. Пока ничего лучше мне не попадалось. Еще несколько обзоров посвящены возможности интеграции его в Home Assistant при помощи энергомониторов постоянного тока. Если вы пропустили эти видео, ссылки я оставлю в описании. Герой сегодняшнего обзора – логическое продолжение этой серии, хотя сразу скажу, что использование его совместно с платой источника бесперебойного питания – это лишь один из множества вариантов применения. Он выгодно отличается от своих предшественников возможностью работы с большими токами до 15 А на встроенном шунте и до 200 А на внешнем, а также к нему можно подключать дополнительные внешние устройства, что существенно расширяет его возможности. Контакт автора устройства также указан в описании. А перед тем как мы начнем традиционно, попрошу вас поставить лайк этому видео, чтобы его могло найти как можно больше людей и подписаться на мой канал, если вы не сделали этого раньше. Тип устройства Энергомонитор постоянного тока Интерфейс ZigBee Протокол связи ZSTAC 1.2 Измерительный датчик ANA226 Погрешность при измерениях до 5% Диапазон рабочих напряжений у 9 до 32 Вольт Максимальный ток в зависимости от шунта 15, 50, 100, 200 Ампер Максимальная мощность до 6,4 кВт в зависимости от шунта Определение направления протекания тока Дополнительные возможности Вход для подключения цифрового датчика температуры DC18B20 Вход для сухого контакта, например для контроля наличия 220 Вольт при использовании птрона Вход для подключения внешнего реле Система управления ZigBee2MQTT при помощи внешнего конвертера поставляется вместе с устройством Как и предыдущие версии, этот энергомонитор поставляется в корпусе изготовленным методом 3D печать Сразу бросается в глаза, что кроме пары двух контактных колодок для подключения питания Герой обзора обзавелся еще одной и мы обязательно разберемся для чего она предназначена Половинки корпуса соединены между собой четырьмя винтами, предусмотренные крепления на стену Колодки для питания подписаны как IN и OUT, но нужно понимать, что устройство работает в обе стороны Просто в направлении от IN-OUT значение тока отображается как положительное число, а наоборот как отрицательное С другой стороны находится семиконтактная панель для подключения внешних датчиков в реле Все это будет проверено далее в моем видео Разберем корпус и посмотрим что внутри Монтаж выполнен очень аккуратно и, как показывает длительная практика использования устройств от автора проекта, качественно Главный модуль тут CC2652P2 от RF-STAR Подобные используются в популярных ZigBee координаторах как USB, так и сетевых К нему подключена внешняя антенна, которая спрятана внутри корпуса Такие же используются например в ZigBee шлюзах Кнопка над ним предназначена для ручной активации режима сопряжения Четыре раза нажать на нее с паузой 3-5 секунд Для питания самого устройства тут применен DC преобразователь AMCR7805NZ с диапазоном входного напряжения от 6,5 до 32 вольт, выход 5 вольт Обратная сторона Силовые дорожки тщательно пропаяны Напомню что даже без внешнего шунта устройство способно работать с токами до 15 ампер, а с шунтом до 200 Теперь пора подключить устройство Я буду тестировать его на популярном напряжении 12 вольт, которое часто применяется для питания роутеров, мини ПК и камер Я использую лабораторный блок питания, кому интересно ссылку оставлю в описании под видео Крайне важным при использовании устройства является строгое соблюдение полярности подключения Внимательно проверяйте соответствие плюс-минус Сейчас блок питания подключен к колодке IN, нагрузка будет подключена на OUT Но перед тестированием устройство надо подключить к системе управления Включаю питание на него и блок показывает ток в 0,003 ампера, мощность ниже чем он способен отобразить Расчет на 0,0036 ватта Как я и сказал, для работы устройства нужен внешний конвертер, его предоставляют и осуществляют поддержку производитель В папке дополнение, обычно она называется zigbee2mqtt и находится в корневой директории Home Assistant Нужно создать новый файл и вставить в него код конвертера Название файла строго не регламентируется, у меня сохранено оригинальное mch.ino.226f расширение .js Сохраняем файл конвертера и копируем название его файла в буфер обмена Теперь переходим в zigbee2mqtt У меня установлена актуальная на дату видео версия 1.33.2 координатор smlight slzb06 на прошивке от 26 декабря 2022 года Майская на сетевых координаторах работает нестабильно Идем в меню настроек, там выбираем пункт внешних конвертеров Этот тест я специально делал на другом тестовом сервере, где у меня не установлено ни одного конвертера Нажимаем кнопку плюс для добавления В появившейся строке вставляем имя файла, которое мы только что скопировали и затем нажимаем кнопку submit После этого в интерфейсе справа сверху появляется кнопка перезагрузить, нажимаем и подтверждаем Устройство входит в режим подключения сразу после подачи питания, мигает диод под корпусом Ждем загрузки zigbee2mqtt и активируем режим добавления Устройство обнаруживается и добавляется, благодаря установленному внешнему конвертеру система распознает его корректно Энергомонитор является роутером, что логично, так как на него подается стационарное питание и может подключать и передавать данные для других узлов сети, тем самым увеличивая ее емкость и покрытие Вот так выглядит страница экспозиции Два первых параметра время работы и уровень качества сигнала технически, остальные рабочие и мы их все сейчас проверим Основная часть это энергомониторинг, тут есть ток напряжения мощность Напряжение соответствует тому, что я подал на него с блока питания Обратите внимание, что энергии тут нет, ее можно рассчитывать через автоматизацию Логику работы я показывал в видео про предыдущие модели DC энергомонитора, в том числе и для подобной модели без сенсора энергии В том случае кстати не было даже мощности Поэтому в этом уроке я повторять сказанное не буду, ссылки на обзоры предыдущих версий оставил в описании Вторая часть относится к дополнительным устройствам, которые можно сюда подключать Температура, которую можно получить с датчика DC18B20 Сухие контакты, это можно сравнить например с гирконом, датчиком открытия, к которому припаяны два провода Которое можно замыкать, тогда будет отображаться статус закрыта и размыкать открыто, как сейчас И управление внешним реле Наиболее применимый, но конечно не единственный вариант использования героя обзора показаны инструкции Между аккумуляторами и бесперебойником Тут как раз показана плата про которую я уже упоминал Но это может быть и что-то другое, тем более что устройство может работать с токами до 200 ампер Сейчас у меня блок питания подключен к разъему IN, нагрузку подключу к OUT Если применить к этой схеме, это зарядка аккумулятора Роль аккумулятора у меня будет выполнять электронная нагрузка, кому интересно ссылку на нее я также оставляю в описании Она будет работать в режиме постоянного тока на разных зафиксированных значениях В реальном использовании ток заряда ограничивается бесперебойником в зависимости от типа аккумулятора Напоминаю про необходимость соблюдения полярности подключения Внимательно все проверяйте, чтобы не получить вместо полезного устройства бесполезную пластиковую коробку Первый тест на прямом подключении на токе 2.5 ампера Монитор нагрузки показывает напряжение 11,898 вольта и мощность 29,733 ватта Блок питания 12 вольт, ток 2,504 ампера, мощность 30 ватт Должен заметить, что идеального совпадения и не должно быть У каждого устройства есть свои допуски, некоторые потери есть в цепи и местах соединений Данные с энергомонитора прекрасно вписываются в эту картину 2.5 ампера, 11,9 вольта, 29,8 ватта мощности Следующий тест на токе в 5 ампер Кстати такой ток заряда я установил на своем бесперебойнике Напряжение 11,833 вольта, мощность 59,129 ватта Блок питания показывает все ровно 12 вольт, 5 ампер с небольшим хвостиком 6 тысячных и 60 ватт мощности Энергомонитор и тут вписывается в картину показывая 5 ампер, 11,9 вольта и 59,4 ватта мощности И третий тест на 10 ампер это максимальный ток для моего блока питания На нагрузке отображается напряжение 11,710 вольта Логично, чем больше мощность, тем больше чувствуется просадка Соответственно мощность 117,8 ватта Блок питания 12 вольт, ток показывает чуть ниже чем на нагрузке 9,987 ампера А мощность чуть выше 119,8 ватта Энергомонитор снова посередине, не только в смысле подключения, но и в смысле показаний 10 ампер, 11,8 вольта и 118 ватт мощности Снова вернемся к схеме и представим себе, что внешнее питание отключено и теперь аккумулятор отдает свою энергию То есть ток течет в направлении от колодки out к колодке in, обратное подключение Для этого блок питания я переключаю на выход out, а электронную нагрузку на вход in Помним о необходимости соблюдения полярности Для разнообразия я решил немного изменить нагрузку и первый тест буду проводить на токе в 2 ампера Напряжение 11,922 вольта, мощность 23,867 ватта На блоке питания показания ровные, если не учитывая 4000 ампера 12 вольт, 2 ампера, 24 ватта В энергомонитора значение тока отображается со знаком минус, это можно использовать для идентификации того, что сейчас идет работа от аккумуляторов Значения вписываются в рамки 2,15 ампера, 11,9 вольта, 24 ватта Второй тест я сделал на 6 амперах Нагрузка показывает напряжение в 11,82 вольта и мощность 70,980 ватта Блок питания, тут снова все красиво, 12 вольт, 6 ампер, 72 ватта Энергомонитор также не изменил своей традиции быть примерно посередине 6,19 ампера, 11,8 вольта, 71,3 ватта И тест на 10 амперах Нагрузка показывает чуть большую просадку, чем при прямом подключении 11,697 вольта и мощность 116,99 ватта А блок питания, напротив, чуть больше Ток 9,992 ампера и соответственно мощность 119,9 ватта Энергомонитор и тут совсем чуть-чуть завысил ток 10,27 ампера Напряжение и мощность, значение между блоком питания и нагрузкой 11,8 вольта и 117,9 ватта Считаю, что тест этих показаний пройден успешно В качестве дополнительных устройств тут может выступать внешний датчик температуры Для сухих контактов предложен оптрон, он позволит определять наличие или отсутствие внешнего напряжения и внешнее реле Начнем с датчика температуры Это обычный трехпроводный DS18B20, ссылку на алиэкспресс я оставлю в описании Как можно использовать, например контроль температуры аккумуляторов Подключаем согласно инструкции Слева направо это первые три контакта дополнительной колодки, красный, желтый и черный Установил сам датчик внутрь радиатора электронной нагрузки, который несмотря на активное охлаждение, явно теплее других предметов На странице экспозиции вместо нулевого значения, теперь измеренная температура Теперь оптрон, он позволяет мониторить наличие внешнего питания Это модель на 220 вольт переменки, которая подключается к двум контактам слева Есть модели и на другие напряжения, например 12 или 24 вольта по стоянке, ссылки вы найдете в описании С другой стороны оптрона контрольные контакты, причем они электрически не связаны с внешней цепью питания Как на его основе сделать сенсор наличия электричества можно посмотреть в моем обзоре, ссылка в описании Подключаемся по инструкции, для сухих контактов тут используются третий и четвертый контакт, если считать слева направо На оптроне задействуются контакты ground и out, питание подавать нужно только на внешнюю цепь, то наличие которого мы будем мониторить Сейчас питание есть, на оптроне горит зеленый светодиод это значит что контакты замкнуты Проверяем, так и есть, на странице экспозиции эта вкладка имеет статус закрыта, то есть замкнута, электрика есть Теперь отключил внешнее питание, диод погас Статус контактов открыто, все работает При использовании с источником бесперебойного питания это очень полезный датчик Внешнее реле, стандартное на 5 вольт из наборов для ардуино, ссылку на алиэкспресс я также оставил в описании Кейсы использования, например для перезагрузки по питанию подключенного к бесперебойнику устройства Либо тестирование аккумуляторов самого бесперебойника Можно даже в автоматическом режиме разряжать процентов на 80-90 и затем включать питание обратно Тут используются 5, 6 и 7 контакты колодки Для подключения удобно использовать дюпонт кабель Там уже есть подходящие разъемы, не нужно ничего паять Ссылка конечно в описании Порядок подключения указан в инструкции, ничего сложного Само реле имеет три контакта Общий, нормально открытый и нормально закрытый Соответственно при отсутствии питания пара контактов ком НЦ замкнута, а ком НО разомкнута При подаче питания наоборот Для теста я взял обычную лампочку на 220 вольт Нулевая линия подключена напрямую, а фаза через нормально открытые контакты ком НО Сейчас лампочка выключена Статус реле выключено нажимаем включить Контакты реле замыкаются, лампочка включается Соответственно меняется и статус на странице экспозиции Теперь немного усложним Реле оставляю, подключаю датчик температуры, его ставлю около лампочки чтобы он мог быстро нагреваться Соответственно сейчас заняты 6 из 7 контактов на колодке Немного нагреем датчик на лампочке, которая в свою очередь работает через реле Вот как это отобразилось на странице экспозиции И теперь подключим оптрон, все вместе, так все вместе Тут он будет мониторить подачу питания на лампочку, то есть реагировать на замыкание реле Теперь заняты все контакты колодки, а третий слева так даже дважды, туда подключен и датчик температуры и оптрон Включаю все вместе, включая электронную нагрузку на ток 4 ампера Реле замкнуто, это также отображается и на статусе контактов Температура на датчике 28,3 градуса Цельсия, а энергомонитор показывает работу на мощности 48 Ватт Реле отключено, питание на лампочку и оптрон не подается Все работает как и задумывалось На всякий случай еще раз повторю, варианты логики для Home Assistant я подробно рассмотрел в обзорах предыдущих моделей энергомониторов постоянного тока, ссылки в описании Поэтому не стал повторять уже сказанное, сосредоточившись на тестировании самого устройства Что касается героя обзора, это уже практически идеальный вариант для кейса с источником бесперебойного питания или подобным ему устройством Чего не хватает? Аппаратного расчета потребленной энергии с возможностью сброса, как это было в одной из предыдущих моделей Но это можно реализовать и программно в Home Assistant На этом все, надеюсь что видео было вам полезно и интересно, буду благодарен за ваши лайки, они способствуют продвижению видео на YouTube, если вы не хотите пропускать новые обзоры и уроки подписывайтесь на мой канал В описании под видео вы найдете ссылки на все что я упоминал, устройства и видео по этой теме, а также мой телеграм канал, страницу Facebook и группу для обсуждения вопросов по умному дому, подключайтесь будет интересно Спасибо за внимание, до новых встреч, всем мира!